На стадионе Икар прошел летний фестиваль ГТО среди школ. Мальчики и девочки соревновались в беге, потягивались, отжимались, прыгали в длину с места. Ребята, ставшие призерами в личном первенстве, получили дипломы, медали и сувениры комплекса ГТО. С наступлением теплого времени года возрастает число заявлений о краже велосипедов и самокатов. Нередко транспорт оставляют без присмотра или пристегивают замком, который легко вскрыть. Этой небрежностью и халатностью все чаще пользуются злоумышленники. Пейнтбольный клуб «Реактор» завоевал бронзу на Кубке России по спортивному пейнтболу 2022. Турнир прошел в мае в столице. В нем приняли участие 16 команд из Москвы, Ярославля, Иваново, Санкт-Петербурга, Рязани, Коломны, Саров и всю Нижегородскую область. Традиционно представлял «Реактор». В Сарове проходит чемпионат Сарова по футболу среди детских садов. Мальчики и девочки от 5 до 7 лет демонстрируют навыки командной игры и владения мячом. Спортивные способности у Веры Каянкиной заметили преподаватели, поэтому ученицу школы номер 13 приглашают поучаствовать в летнем фестивале ГТО второй год подряд. В этот раз юная спортсменка была серьезно настроена показать лучший результат и получить золотой значок ГТО. В прошлом году мы отжимались, мальчики подтягивались, бегали также. Мне больше нравится подтягивание, потому что это мне легче всего получается. Ежегодный летний фестиваль ГТО прошел на стадионе ИКАР. Между собой соревновались команды школ города. Дети от 9 до 17 лет пробовали силы. По сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. Разные виды испытаний. Сегодня такие, как бег на короткие дистанции 60 метров, бег на длинные дистанции будет от километра до 3 километров, тоже в зависимости от возраста ребенка. Метание снаряда спортивного в длину, прыжок с места в длину, отжимания, подтягивания. Призовые места судей распределяли по возрастным группам, в командам и личным первенствах. А результаты всех испытаний ребята смогут увидеть в своем личном кабинете участника ГТО. Выполняете нормативы ГТО, которые обязательно вам помогут в будущем. Даже уже в этом году принято решение на уровне правительства, что не только за золотой знак от личных ГТО будет присваиваться дополнительный балл при поступлении в вузы, но еще серебряный и бронзовый. Поэтому все знаки имеют свою ценность. По итогам общекомандного зачета кубок летнего фестиваля ГТО за первое место получила команда школа номер 11, а призеров личного первенства наградили дипломами, медалями и сувенирами комплекса ГТО. В прошлом году в Сарове украли 19 велосипедов, 5 из них нашли и 16 преступлений остались нераскрытыми. В этом году заведено одно уголовное дело по факту кражи. Похищенные велосипеды потом перепродают. В прошлом году несколько изъяли в Арзамасе. В первую очередь похищают из подъездов. Бывает, что велосипеды лежат там без присмотра несколько месяцев, зачастую непристегнутыми. Просто стоял обычно под лестницей первого этажа, обычно похищение происходит. В тех домах, в основном, где двери в подъезд никаким образом не оборудованы ни кодом, ни электронным ключом. Ну и противоугонный трос, не панацея. Часто вор имеет при себе оборудование, чтобы перекусить цепочку. В основном целью становятся дорогие велосипеды от 20 и более тысяч. Преступники присматривают их заранее. Еще одно излюбленное место воров – открытые площадки у школ, учреждений дополнительного образования и магазинов. Оставили на 15-20-30 минут несколько часов велосипед, не пристегнули его никаким образом. Вышли, велосипед нет. Сотрудники полиции советуют ни в коем случае не пренебрегать противоугонным тросом. Зачастую злоумышленники просто крадут оставленный без присмотра транспорт. И цепь в этом случае их остановит. Шестилетняя Мирослава, прежде чем освоить навык езды на велосипеде, на Зубок выучила все правила безопасности. Я знаю, что велосипед надо пристегивать на улице и хранить его в квартире. Также можно установить велосигнализацию. Датчик будет реагировать на вибрацию или прикосновение и включать звуковой сигнал. Также специалисты советуют, уходя, устанавливать самую низкую передачу. Даже если вор угонит ваш велосипед, быстро скрыться с места преступления у него не получится. Сходу разобраться с переключением передач не так-то просто. Если вы находитесь поблизости, у вас будет время догнать злоумышленника. На отборочном туре в Москве Саровский пейнтбольный клуб «Реактор» победил в двух играх и один раз настрелял на ничью. В четвертьфинале наши пейнтболисты разгромили команду из Санкт-Петербурга, а в полуфинале потерпели поражение. На первом этапе Кубка России по спортивному пейнтболу команда из Сарова все-таки смогла вырваться в тройку лучших и стала бронзовым призером. В турнире Кубка России приняли участие 16 команд из Москвы, Ярославля, Иваново, Санкт-Петербурга, Рязани, Коломны. Команда «Реактора» традиционно представляла не только Саров, но и всю Нижегородскую область. Ездило 8 человек, но в команде у нас в пейнтболе около пейнтбола больше 20 человек. То есть это и дети, которые тренируются, основная команда и неравнодушные люди в основном, мамы, родственники, жены, которые непосредственно помогают на турнире. В этом году клубу «Реактор» исполнилось 12 лет, поэтому привозить медали стало для них делом обычным, говорит игрок команды Павел Филисов. Но на любом соревновании спортсмены всегда нацелены на первое место. Игроки воспитывают в клубе молодое поколение пейнтболистов и привлекают их к участию в различных турнирах. Когда мы поехали, мне очень понравилось соревнование, хочу набраться очень много опыта и выступить так же, как и мои друзья. Это такой вид спорта, который не хочется бросать. Прям хочется идти и идти дальше. Хочется играть и играть, потому что игра призывает к себе больше человек. Когда они выходили, я им помогал, я им маркера заливал, собирал на поле тубы, которые они после игры. Чистил их, потому что ниже попадали, я их быстренько очищал. Я очень хочу стать игроком, мне это нравится, меня это забавляет. Я очень хочу тоже играть с ребятами. Сейчас пейнтбольный клуб «Реактор» готовится ко второму этапу Кубка России, который состоится с 10 по 12 июня. Практически с первых минут матча сороковой детский сад завладел преимуществом и сохранял его до конца игры. Маленький вратарь мужественно защищал ворота, а нападающие теснили соперников на их половину поля. Все 20 минут игры воспитанникам сорокового сада удавалось отбивать атаки футболистов 37-го сада. Мы готовились к этой игре, чтобы стать чемпионом. Нам понравилось играть, потому что там большие ворота и большой зал. Мне понравилось, что мы забивали другим гол четыре раза. Я был в запасном команде. Если кого-то поранили, я встану и буду играть в футбол. Мне понравилась игра, потому что мы выиграли и много забивали голову. А вот 37-му саду в тот день явно не повезло. И в игре с сороковым детским садом, и в следующем матче с первым садом фортуна была на стороне соперников. Нам все время забивали голы. Мы бегали, забивали, но они все-таки забивали. Эти матчи стали первыми в череде игр юбилейного пятого чемпионата Сарова по футболу среди детских садов «Прорыв». В этом году заявилась 21 команда, на одну больше, чем в прошлом. Интерес к турниру растет и среди администрации садов, и среди их подопечных. Турнир проводится по интересной системе. В принципе, она уже годами отработана. Мы поделили все сады на семь групп. В каждой группе команды играют свои турниры, выявляют победителя. Победители, лучшие по всем показателям команды, образуют золотой кубок, занявший второе место, и две лучшие команды на третьем месте – серебряный кубок. Самая слабая команда на 21 месте сразу вылетает. Остальные четыре команды будут бороться в группе бронзового кубка. Главная цель соревнований – привлечь детей к игровым видам спорта. Видно, что какие-то дети куда-то ходят. Но мы для этого и проводим, чтобы тренера приходили, инструктора приходили, посмотрели, там уже с родителями, с детьми более плотно общались, заинтересовывались, что ли. Финальные игры чемпионата Сарова по футболу среди детских садов пройдут в среду 25 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова